С начала рейда проходит несколько минут и вот первые нарушители. За рулем улыбчивый молодой человек с пассажиром. Инспектор проверяет тонировку специальным прибором слишком темное. Приходится оформлять нарушение. Но водитель не теряет чувства юмора. Я не буду расклеиваться, так кататься буду. Мне удобно, комфортно, я не вижу ничего плохого. Проходит еще несколько минут и вот уже машины с непроницаемыми стеклами отрабатывают безостановочным потоком. Стоять без дела инспекторам не приходится. Пять нарядов работают в режиме нон-стоп. Всего на территории города Самара за истекший период 2023 года было выявлено порядка 4,5 тысяч таких нарушителей. Но это значительно больше, чем было выявлено в прошлом году. При остановке транспортного средства водитель делает замеры, после чего составляет административный материал. Штраф по данному виду нарушения 500 рублей. Требование описывается при каждом составляет административный материал. Оно действует в течение суток. В течение суток водитель дает право устранить те пленочные покрытия, которые у них есть на стеклах. Некоторые водители о нанесении тонировки объясняют эстетическими соображениями и не спешат снимать ее со стекол. На практике же именно из-за тонированных стекол нередко возникают аварийные ситуации. Одни получают предписание и уезжают, другие предпочитают срывать тонировку на месте. За считанные минуты стильное затемнение стекла превращается в скомканный кулачок пленки и отправляется под бардачок машины. Год в красоте. Не на месяц же я ее клеил, а год. Год на ней проездит с этой тонировки. А он даже плохо отходит. На вооружении у госавтоинспекции есть система, которая позволяет находить автомобили, чьи владельцы в срок не выполнили предписание. В таком случае в отношении автомобилистов составят административный протокол. Санкции статьи предполагают штраф или даже административный арест. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.